Есть вещи, которые просто притягивают тебя своим внешним видом. Одна из таких – клавиатура TT Sports Mecca G-Unit. Существует две версии. Одна – просто G-Unit, они существуют в трех цветах – белом, черном и зеленом. И у них есть подсветка некоторых синего. Вторая – G-Unit Illuminated. Она черная и в ней светится все. Как видите, обычная белая и черная Illuminated у меня есть. На них и будем смотреть. Хоть они и достаточно большие и тяжелые, но впечатления здоровенных клавиатурищ они не производят. Наоборот, визуально кажутся компактнее, чем есть на самом деле. Я думаю, потому что тонкие. Так как они отличаются только подсветкой, то показывать буду на одной из них. На белой, она прикольнее выглядит. Итак, по столу не ездит за счет резиновых ножек. Прикольно, что резинки есть здесь и здесь. Провод отсоединяется и складывается в специальный мешочек, который идет в комплекте. Сам провод прочный, в тканевой оплетке с позолоченным USB-шником. Если вам не подходит то, как он располагается, можете вывести его с другой стороны через желобок. Спереди два порта USB и два разъема для подключения гарнитуры. Прикол в том, что обычно в таких случаях провод разветвляется на питалово для USB-шников и два миниджека, которые вы вставляете в комп. Здесь такого нет, значит клавиатура оснащена встроенной аудиокартой. Давайте проверим, как ведет себя микрофон от наушников, если его сначала в клавиатуру подключить, а потом в комп. А это запись передачи звука с того же микрофона, только теперь мы используем аудиокарту в компьютере, а не клавиатуры. Как видите, встроенная в клавиатуру аудиокарта получше, чем пищалки на материнке, поэтому здесь от меня плюс. Тем более не нужно задействовать лишний порт USB на компе. Внутри механические свечи Cherry MX Black, всем известные и всеми любимые. Их работа сомнений не вызывает, поэтому едем дальше. Видно, что делали клаву люди шарящие, потому как шифт длинный, а энтер двухэтажный. Набор текста вслепую делать сразу не получится, потому что правый шифт короткий и точка находится не рядом с ним. Слева два ряда макроклавиш, их целых 12, так что макросов вам хватит, тем более что дополнительно вы можете назначать макросы на 8 любых клавиш. Кроме мультимедийных, но сделать это можно только в игровом режиме. Игровой режим включается и выключается вот этой кнопочкой. В этом режиме кнопка Windows не работает, чтобы вы случайно ее не задели. Рядом с этой кнопкой три кнопки переключения профилей. С другой стороны кнопки управления музыкой, подсветкой и треками. Конечно, есть и софт. Выглядит он не так красиво, как у других производителей, но возможностей в нем не меньше. Вы можете записать макросы и назначить их на кнопки. Можете назначить на кнопки другие команды или запуск приложений. Можете настроить подсветку или сбросить все к заводским параметрам. Есть и система Instant Shift. С помощью нее вы можете настроить переключение на любую из трех раскладок макросов при зажатых клавишах Ctrl-Alt-Shift. Два приятных сюрприза напоследок. В комплекте подставка под ладони. И шикарный чехол для транспортировки. Клавиатура создана для игр, и это видно. Пользоваться одно удовольствие, особенно в играх. Тут даже ничего не нужно говорить, потому что то, что это механика, уже говорит само за себя. У меня была версия для тестов, поэтому без русской раскладки. Но вы не переживайте, в продаже она идет с русскими символами. Итак, плюсы. Крутой дизайн, сборка, подсветка, встроенная звуковуха, собственно Cherry MX Black и комплектация. Минусы. Ну, если будете брать белую, то она, конечно, быстро испачкается без должного ухода. А так, даже цена, по-моему, нормальная, как для такой клавиатуры. В общем, всем советую. На этом все. С вами был интернет-магазин Photos.ua. Меня зовут Максим. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, участвуйте в конкурсах и оставайтесь с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok